Как можно любить без эмоциональной вовлеченности? Любовь стала значимой стороной жизни человека только потому, что эмоции — важность составляющая человеческого существования. В жизни человека эмоции играют очень важную роль. Несмотря на то, что в наше время люди считают себя интеллектуально развитыми, даже сегодня самым влиятельным аспектом для людей являются их эмоции. Да или нет? Это наиболее значимый аспект в их жизни. Они считают себя интеллектуально развитыми, но их интеллект не настолько интенсивен, как их эмоции. Не обязательно это любовь или сострадание, это может быть гнев или раздражение. Все это эмоции. Так что эмоции — это очень важная составляющая человеческого существования. Речь лишь о том, какие эмоции вы хотите испытывать. У вас есть ум? У вас есть ум? Да. Вы хотите, чтобы он был острым или притупленным? Почему? Так он работает лучше, не так ли? Также, если вы испытываете эмоции, вы хотите, чтобы они были приятными или неприятными? Приятными, потому что так они лучше работают, не так ли? Любовь означает, что вы сделали свои эмоции приятными. Я хочу любить, не испытывая эмоций. Это очень европейский подход. Любовь — это эмоция. Состояние, когда ваши эмоции приятны, мы называем любовью. Если эти эмоции становятся неприятными, мы называем это ненавистью. Обычно любят и ненавидят одних и тех же людей. Когда-то вы любили их, а теперь ненавидите. Вы же не испытываете ненависти к случайному прохожему на улице, не так ли? Когда-то любовь присутствовала, но монета упала другой стороной, и любовь превратилась в ненависть. Да? Монета одна и та же. Она падает одной стороной — это любовь, падает другой — это ненависть. Не думайте, что они очень далеко друг от друга. Они довольно близко. Что-то идет немного не так, и любовь становится ненавистью. Не так ли? Как можно любить без эмоций? Любовь — это и есть эмоция. Хотите ли вы, чтобы ваши эмоции были приятными или неприятными? Это ваш выбор. Выбор очевиден, не так ли? Но большинство людей обычно испытывают неприятные эмоции. Это не обязательно означает, что они интенсивно кого-то ненавидят. Они могут быть раздражены, взволнованы. Страх — это тоже эмоция, тревога — это тоже эмоция. Это определенный уровень неприятных переживаний. Если вы сделаете свои эмоции очень приятными, тогда жизнь тоже станет очень приятной. Даже сегодня, для большинства людей, любовь — это самое глубокое переживание в их жизни. Оно таковым не является. Но в их переживании это так, потому что это самый интенсивный опыт, который они пережили. Моменты любви — это самое глубокое из известных им измерений жизни. Поэтому они превозносят ее до небес. Люди переносят ее на небеса. Они говорят о божественной любви. Вы не знаете, любит ли вас Бог или нет. Люди способны на любовь, если хотят этого. Собака способна на любовь. Если люди вас не любят, вы заводите собаку. Если вы заводите собаку, любовь на 12 лет вам гарантирована. Да? Не стоит это недооценивать. Если вы заводите собаку, каждый день, когда вы возвращаетесь домой, как вас встречают? Не так, как ваша жена. В один день она может быть такой, другой — другой. Ваши дети им вообще все равно, пришли вы или нет. Но собака, с какой радостью она приветствует вас каждый день. Никто больше на такое не способен, не так ли? Каждый день неизменно. Она никогда не будет безразличной. Это так заряжает. Определенно, собака — это любовь. Возможно, ее просто неправильно назвали. Знаете, опечатка. Если вы сделали себя такими, что никто вокруг не может вас любить, тогда единственное утешение — это кто-то любит вас на расстоянии. Жить так весьма прискорбно. Вас любит Бог, такая жизнь очень прискорбна. Это значит, что вы сделали себя такими, что больше никто на вас даже и смотреть не хочет. Если люди вокруг вас естественным образом влюбляются в вас, жить таким образом замечательно, не так ли? Не обязательно быть великим человеком. Достаточно просто быть милым. Да? Так что в йоге мы не делим эмоции на любовь, ненависть, счастье, несчастье. Мы смотрим на это так. Хотите ли вы испытывать приятные или неприятные ощущения? Если вы испытываете приятные ощущения в своем теле, мы называем это здоровьем. Если ощущения очень приятные, мы называем это удовольствием. Если ваш ум становится приятным, мы называем это умиротворением. Если он становится очень приятным, мы называем это радостью. Если ваши эмоции становятся приятными, мы называем это любовью. Если они становятся очень приятными, мы называем это состраданием. Если ваша жизненная энергия становится приятной, мы называем это блаженством. Если она становится очень приятной, мы называем это экстазом. Если окружающая вас обстановка становится приятной, мы называем это успехом. Все другие названия лишь создают путаницу. «Должен ли я быть любящим?» Не нужно быть любящими. Просто пусть ощущения в вашем теле, уме, эмоциях и энергиях будут приятными, и вы станете прекрасным человеком. Если вы испытываете приятные эмоции, и кто-то окажется рядом, вы сможете разделить с ним эти эмоции. Если вы испытываете неприятные эмоции, вы обязательно поделитесь этим с людьми, не так ли? Да или нет? Вы не можете делать то, чем вы не являетесь. Если вы испытываете приятные ощущения, естественным образом вы будете также относиться ко всему. Если вы испытываете неприятные ощущения, вы будете отвратительно вести себя по отношению ко всему. Вместо того, чтобы позаботиться о том, чтобы это испытывало приятные ощущения, вы хотите быть приятными по отношению к кому-то другому, то есть быть любящими. Не нужно быть любящими. Если все внутри вас будет испытывать приятные ощущения, вы будете делать именно то, что нужно в этот момент. Если вам нужно будет сказать приятные вещи, вы их скажете. Если нужно будет сказать что-то жёсткое, вы скажете, но не производя неприятных ощущений внутри себя. Это важно, не так ли? Если вам нужно будет сражаться на войне, вы будете сражаться, но не производя неприятных ощущений внутри. Это важно. Тогда вы будете действовать только в соответствии с необходимостью. Вы не будете заходить слишком далеко. Когда вы говорите «я люблю этого человека», вы все в нем приукрашиваете. Вы преувеличиваете все то хорошее, что есть в нем. Если вы говорите «я ненавижу этого человека», вы преувеличиваете все плохое, что в нем есть. Вы никогда не увидите вещи такими, как они есть. Людей ослепляют все то, что они любят. У них нет здравого смысла. Они теряют весь здравый смысл. Если они ненавидят, они тоже теряют здравый смысл. Если вам что-то нравится, вы теряете здравый смысл. Если вам что-то не нравится, вы тоже теряете здравый смысл. Ключ к жизни — в равновешенности, когда вы способны видеть всё таким, как оно есть. Тогда вы будете хорошо относиться к кому-то не потому, что этот человек хороший, а потому что вы сами испытываете приятные ощущения. Вот и всё. Это более гарантированная любовь, не так ли? Вы хорошо относитесь к кому-то, потому что вы испытываете приятные ощущения. Если я хорошо отношусь к вам, потому что вы милы, и завтра вы не будете такими милыми, тогда всё изменится, не так ли? Если ваше ощущение зависит от чего-то внешнего, то испытывайте ли вы приятные или неприятные ощущения — это дело случая. Поддерживать приятные ощущения внутри вот этого — ваше дело. Если это испытывает приятные ощущения, их же оно и будет производить, с чем бы оно ни взаимодействовало. Но сейчас вы сами не испытываете приятных ощущений, но пытаетесь хорошо относиться к кому-то. А это зависит от многих условий. Чтобы вы к ним хорошо относились, они должны стать такими, какими они понравятся вам. Но это невозможно. Никого нельзя переделать, чтобы он стал таким, как хотите вы. Вы не можете сделать этого даже с одним человеком, не так ли? Вы не можете изменить даже одного человека. Что уж говорить обо всем мире. Чем больше вы будете пытаться, тем больше горьких и неприятных переживаний вы получите. Вот почему в так называемых близких отношениях происходят самые неприятные вещи. Потому что вы пытаетесь делать то, что не соответствует тому, кто вы есть. Вы пытаетесь быть любящими, но вы не испытываете приятных ощущений. Если вы испытываете горечь и при этом пытаетесь быть любящими, вы увидите, что это уничтожит вас, не так ли? Да или нет? Вы уже проходили через все это, не правда ли? Когда вы испытываете приятные ощущения, это происходит само собой. Вам лишь нужно разобраться, почему ваши приятные или неприятные ощущения зависит от внешних ситуаций. Если вокруг меня только неприятные люди, как я могу быть приятным? Особенно, если все вокруг вас неприятные. Еще более важно, чтобы вы были приятными, не так ли? Да или нет? Если все вокруг вас не в себе, разве не становится еще более важным, чтобы вы испытывали приятные ощущения? Если все вокруг вас больны, разве не важно, чтобы вы, по крайней мере, были здоровы, хотя бы для того, чтобы просто позаботиться о них? Где здесь логика? Все больны? Так пусть я тоже заболею. В чем тут логика? Поэтому, если люди вокруг вас неприятны, становятся еще более важным, чтобы вы испытывали приятные ощущения. Продолжение следует...